Поля какие здесь, все рыжие от лишайников. Влажность что ли большая здесь? Как-то это чистые посадки не заросли, а то обычно через них прям пролезешь, а здесь прям хоть с палатки вставали. Прям захотелось здесь остаться. Тоже какая-то система обрагов широкая. Причем они глубокие здесь, разветвленные. Ковыль капитально заселился на наших, как это называется, лесостепи. Вон он сколько. Прям как в Волгограде, в степи. Какие глубокие обраги здесь. Как будто это не пенза. Хотя мне кажется так вот у нас... Почему обрагов-то особо таких нету глубоких? Потому что у нас везде в них пруды сделаны. Поэтому, наверное, не видишь. Даже столбы какие-то. Что же здесь болтаешь? Может правда пруд был. Насосная станция какая-нибудь. Красивый какой цветок. Что-то как-то... Пахнет, кстати, хорошо вот это вот. Не помню как он называется. Колючка. Суккулент. Местный суккулент. Пензенский. Пойдёте либо. Пухady. Местный суккулент. Наверное там сурки что-ли живут, что-то интересное, что таких не видел растений в пензе, блин, где-то здесь, вот, не знаю что это такое, тут наверное то же самое, только более старые. На сегодня был самый непонятный момент, потому что с Яндекса не видно ничего толком, если вот на этом спущенном пруду, вот с этой стороны должен был быть пруд огромный, но сейчас, ну я смотрю уже давно вон, с деревьев выросли какие-то кусты, речка Иван, не было понятно дамба проходима или нет, но судя по тому, что вот такая колея вроде должна быть проезжая, но посмотрим, канал что-то какой-то прорыли, это основная речка. Это основная речка. Река сливается где-то вон там по пустах, слышно шумит. Что-то здесь все так в каких-то врагах, может так прорывало. Ну да, видимо здесь был прорыв серьезный. Когда камера дергается, значит какая-то тварь меня кусает, потому что здесь этих слепней что-то прям намеренно. тут какая-то дама была, не знаю какой у них смысл был, неужели река так могла подниматься. А вот сама речка Ивановка, там какой-то обрыв. Такие тяжелезки торчат. Смотри, поверху лох насажали. Небольшой карьер здесь еще есть. Да, вот с рыбниками здесь конечно никак. Поэтому ХЗ. Хочется пить. Не, у меня есть с собой. Но хочется еще. Я сейчас конечно литр прям осушил. Сейчас покажу еще речку, саму Ивановку. Доехал до подучки рудника Поворот на Волховщину. Набрал воды. Приткнул здесь палатку в этих кустах. Такую же ужину. Сейчас спать. Там вот ферма. Подходит какой-то то ли узбек, то ли с Кавказа. Ну с акцентом короче такой. Что типа здесь я говорю. Ну что. Переночую. Утром рано иду. Нет, здесь нельзя. Я говорю, что территория чья-то что? Да, это ферма. Я говорю, а что случилось-то вообще? Может у меня что-то своровать здесь хочешь? Я говорю, да нахер, мне нужна твоя ферма. Ну просто идиотизм. То есть я здесь остановился в палатке, чтобы что-то своровать. Ну бред короче. Типа давай, уходи отсюда. Я говорю, ладно, я с тобой. Не буду с тобой что-то спорить. С идиотами спорить без толка. Ну он без наездов, без всего просто. Можешь охранщик. Ну не знаю, мне кажется. Скорее всего. Может занепрягли кто-то. Как он меня там разглядел за этим кустами. Я специально встал, чтобы не видно. Ни хрена было. В общем. Около подучки. Лучше с палаткой не спорить. Пока стоял, ждал попутку. Где на трассу вышел Кондоль. Шумышейка. На перекрестке. Ну да, там только выезд. Давай. Давай. Короче. Ждал час. Вообще никто не останавливал. Хотя машина будет. Время 7. Короче. Стоял час. Уже собрался уходить. Метров 50 прошел, наверное. Смотрю, тачка едет. На Мулана последняя. И дальше пойду. Но тут идти где-то 3600. До этого поворота. До Волховщина надо было идти. Короче. Они остановили. Подобрали. Вот. Вот. Иногда бывает. Я говорю, что последняя тачка. Если нет, то нет. Вот. Вот. Так вот. Теперь, наверное, пойду вот и к этим посадкам. Потому что дальше там уже деревня. Близко. Тоже кто-нибудь мозги будет трахать. Короче. Вот это. Ферма. Я не знаю. А я ночевал. Ну. Хотел ночевать около вот этих кустов. Ну. Как бы. Это явно не их территория. Место ночевки. А то меня иногда спрашивают. Вот. А ночуешь ты где? Вот. Здесь. В кустиках. До посадки до тех я не пошел. Что-то. Думаю, сейчас туда дойдешь. Там тоже не понятно ничего. Какие-то кусты около трассы. Дорога проходит. 4 утра. Проснулся в 3 уже светло. Самые короткие ночи сейчас. Вот эти дни. Вот. И дальше пойдем к зиме опять. Ну. Очень какой-то зверек подходил к палатке. Тыркался. Мелкий какой-то. Не знаю кто это был. Мышь какая. Или хомяк. Вот. 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 Ну прохладненько. И разы я смотрю прям очень много. Сейчас пока до дороги дойду наверное буду опять весь мокрый. Ну ладно. Дорога до Волховщины. Дорога до Волховщины. Там вот нянька протекает. Солнце уже поднялось прям нормально. Ну если сегодня такое небо, сегодня будет жарко. Дорога. Поэтому я и пораньше вышел, чтобы совсем не упреть. Вчера чувствую под вечер как-то хреново было. Наверное все таки перегрелся на солнце. Хотя вроде облачка были. Ну что-то кстати свежести то такой нету. Как обычно бывает утром. Ну так чуть-чуть прохладненько. Ну прям вот. Не ощущается такого. Вот. Расы много. Если бы пришлось идти по траве по высокой, то промутну насквозь. Так ну ладно. Чего такое там утро? Самый длинный день, самая короткая ночь. Когда проснулся в очередной раз, подумал на хрена нам в Пензе такой ранний рассвет. Ну не то что рассвет, а время такое раннее. Сколько бы жители не просили, на них положен огромный болт. Уже который год. Ну типа чтобы заработать побольше на электричестве. Вечером то все таки люди будут дольше сидеть при свете. Если сделать вечер светлым, то как бы меньше платить будут за свет. Вот. вот. Уж не знаю кто здесь был агрономом, но посадки эти и сосен. так что можно было и дойти, чтобы сосна заночевать. Ну кто ж знал то. Издалека деревья деревья. Только сосна к этим не пробьешься. Кусты какие то посаженные. Наверно думали что у сосен нижней ветки же падают. Насажали кустов внизу. Но оказалось что нижние ветки падают только в лесу. Когда растут они. они уже первые дома. Собаки какие ушистые. Ну это край деревни. Такой район. Брошенный дом в кустах. Автобусная остановка. Родник обозначенный на яндекс карте. Короче весьма сомнительный. Не хочу я сюда пить. Хотя вроде кружка стоит. Ну хз хз. К нему дорогу можно найти конечно. Но не очевидно. Смотрю про кастель. Решил дальше пройти. И вышел вот к броду. К няни. К няни. Даже мостик есть пешеходный. На карте его нет. Такая речка нормальная по нашим меркам. И ручей. Ага. На карте яндекса обозначена корняковь. Вот эта дорога. Я по ней пришел. Тут правда. Только одно направление наверно. Вверху идет к домам. Там есть вниз с этого холма тропки. А тропа на родни. Где-то вот здесь. Сюда уходит. В кустах. Тут еще какая-то низа проходит дорога. Хотя он не вышел вот отсюда. Я так думаю она наверное выйдет также на главную улицу. Тут дальний район. А вон там впереди основная деревня. Воняет свинарником. Вот здесь свиньи наверное что ли. Какой-то ручей что-то падает в нянь. Короче родник тут я не стал оттуда воду набирать. Поближе посмотрел. Что-то они не запустили его. Капитально. Поэтому ну и нахрен. Правильно я вчера не пошел сюда. Волковщин. Я рассчитывал на этот родник. Ну оказалось зря. Магазин что местный. Двери на замке. Ну он целый. Значит еще. Выбор может здесь проводить. А цветы он тоже целый. Значит следят за ними. Обкашивает. Всегда надо смотреть сзади. Не с фасада а сзади. Потому что спереди всегда делают красиво. А сзади можно войти вообще без проблем. В куски стены впадает. О бля тут вообще жесть. Мда. Безопасный вход наверное. Выход. Мда. Да уж. Новые времена Новая жизнь Зато вот это В порядке Новая жизнь Новая жизнь